всем 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 привет мы продолжаем играть дженшин в прошлой серии мы с вами победили синего дракона что же будет сегодня ну давайте начнем посмотрим что нас сегодня ждет а вы пока устраивайтесь поудобнее берите всякие вкусняшки двери окна на засов чтобы никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям ну а мы начинаем сейчас все загрузится мы примем в предвкушении но битва прям была мощная прошлый раз что же будет сегодня да кстати сказать по поводу онлайн режима мне вот сейчас у меня 4 ранг нужен 16 чтобы вы отыграть онлайн с другими игроками вот так что вот так вот ты мне максимально так а куда нас ведут сейчас направляйтесь штаб ордена я хочу по заданию мирный спокойный монштад подвергся нападению чудовищного дракона уже встречали это гигантское создание которое называет ужас бури ну побежали в штаб как-то странно меня вот сюда ведут ну ладно можно чуть погромче сделать он показывает ниже 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 ну и все поисчезли отсюда похоже что это штаб орда фавуниус войти штаб орда фавуниус вы с трудом отразили атаку дракона кейя из орда фавуниус был свидетелем схватки он пригласил вас навстречу штаб рыцарей похоже что это вход штаб орда фавуниус пойдем скорее бой эффект увеличения скорости так и увеличить скорость обычных атак если не указано что он увеличит скорость критических атак то этот эффект обычно и мы не успели прочитать джин мы уже договорились дракона видели вблизи от города после встречи мы должны не переживали я помогу если потребуется я привел джин а потом я привел их сюда монштадт благодарен ветрам что принесли вас сюда меня зовут джин я действующий магистр орда фавуниус а это лиза наш библиотекарь не лошкин вы пришли чтобы спасти нас вы такие сладенькие жаль что вы появились в такое время вы уже сбили пробудился и с тех пор постоянно досаждает нам Дракон нарушил потоки стихий в Монштадте. Некогда упорядоченные элементы и артерии земли стали похожи на клубок ниток, с которым игрался котенок. Для магов это худшее, что может произойти. Еще чуть-чуть, и меня разорвет на миллионы маленьких частичек. Все, что мы можем сделать на данный момент, это расклеить по гордому удивлению пропажи твоей сестры. Сейчас все наши силы уходят на борьбу с драконом. Прошу тебя, задержись в Монштадте на некоторое время. Мы обязательно поможем тебе найти сестру. Угу. Задержись в Монштадте, они мне просят. Но они практически... Ну, давайте первый вариант. Паймен тоже хочет помочь. Хорошо. В этом случае, у нас есть план. Нам нужен план. Теперь, когда ужас буря летает прямо над городом, у нас наконец появился шанс положить этому конец. Лиза, выясни, откуда дракон черпает свою силу. Из храмов хранителей четырех ветров. Сила позволяет ему создавать такие разрушительные ураганы. Наша цель – разобраться с тремя храмами из четырех. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему только с тремя. Почему? Наверное, Монштадт так принято. Рыцарь времени у нас мало. Море усиливается. На этот раз мы не можем просто переждать ее. Мы должны действовать сейчас же. Немедленно направляйтесь в руины заброшенного храма. Магазин. Пусть накоплены вами звездной пыли, что-то там еще. Я не успел. Молитва. Загадайте свое желание. Ночной он в небо, укутанной звездной. Зашибись. Ранг приключений пятый. Новое задание. У меня их прям очень много. Раз, два, три задания. Встретьте Эмбер у входа в храм. Чтобы избавить город от угрозы ужаса бури, вы должны уничтожить элементарные потоки в руинах храмов хранителей четырех ветров. Эмбер уже ждет вас у входа в храм сокола. Полоса препятствий. Кэй присоединится к вам в храме волка. Искарь среди страниц. Лизе поручена помочь вам справиться с монстрами в храме льва. Исполнить молитву. Молитва новичка. Набор из десяти вещей со скидкой 20%. За каждые десять решенных молитв помолиться десять раз. Судьбоносные встречи. Предмет молитвы. Семена надежды, освещающие ночное небо. Несмотря на расстояние, те, кому суждено встретиться, обязательно найдут друг друга под звездами. А это что? Воплощение божества. Шансы увеличили. За каждые десять совершенных молитв вы гарантированно получите предмет четыре звезды или выше. Приглашение к мирской жизни. А здесь на это у меня нет молитвы. Путь воплощения. И это механика, включенная в текущий цикл молитвы воплощения божества. После установки курса на желаемое оружие, если вы получите оружие пять звезд, которое не соответствует вашему выбору, вы получите одну очку судьбы. Когда вы наберете достаточно очков судьбы, ваше следующее оружие пяти звезд будет тем, что вы выбрали с помощью пути воплощения. Не понимаю. После получения оружия пути воплощения молитвы ваши очки судьбы будут сброшены. Если вы не выберете оружие, очки судьбы не будут накапливаться. Вы можете изменить или отменить свой выбор. Это сбросить накопленные вами очки судьбы. Накопленные вами очки судьбы также обнулятся, когда текущий цикл молитвы воплощения божества закончится. Это стрелковая. Ну, это точно ко мне не под... Наверное, да. Ладно. Ну, давайте посмотрим. Вот, получается, тебя. А я могу призвать всех вас, жаждастранствий. Вообще, я так понимаю, это мы сейчас будем призвать героев, да? Ну, здесь я не могу. Тебя я почему-то не могу. Ну, это тебя жаждастранствий. Стандартная молитва. Ну, давайте попробуем. Что ты себе будешь представлять? Металлическая тень. Металлическая тень. Чёрная кисть. Ещё меч. Металлическая тень. Ещё один лук. Рогатка. Металлическая тень. Металлическая тень. Металлическая тень. Непоколебимый. Копия знаменитого меча Арундолина. Льва света. Возьмите его в руки и почувствуйте силу легендарного героя. Внимание. Многое мечтать вредно для вашего здоровья. Но тут много чего есть. И герои новые появились. Подождите. Я могу сейчас себе оружие выбрать. Другое. У меня сейчас 43 базовая атака. Это 29. Но он 3 звезды идёт. Меч некогда испускавший солнечный свет. Владелец этого меча получит благословение хорошего самочувствия. Отражащая поверхность меча давно стёрлась. Но он в 3 звезды идёт. Сменить. И я его хочу сразу улучшить. Тем более у меня материал для этого есть. Сразу 15 уровень. Подтвердить. Ну а почему бы и нет? Почему бы и нет? Замечательно. У меня база атака уже 79. Ну слишком сильно я тоже вообще скачать не буду. Так, давайте посмотрим, что это за компас. Тестовый забег. Орхидея долины. Осталось 14 дней. Выполнить испытание подобного уровня персонажа Елань, чтобы получить... Мне интересно, и что я? А куда я пошёл? Куда мне отправили? Зачем? А персонажи. Элементарный навык Елань позволяет ей быстро двигаться и тянуть нить жизни, который отмечает противников на её пути. После окончания движения нить жизни взрывается, нанося гидроурон, отмеченный противником. Долгое нажатие позволяет контролировать направление движения. Каждый противник, отмеченный нитью жизни, даёт Елане определённый шанс на получение состояния прорыва при взрыве, который усилит её следующий заряженный прицельный выстрел. Взрыв стихии Елань наносит гидроурон по площади и создаёт изысканный бросок, который помогает активному персонажу в битве. Для облегчения испытания взрыва стихии персонажа на пробном уровне будут выпадать дополнительные элементарные сферы. А что я должен здесь делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испытание завершено. Вы можете покинуть подземелье сейчас и получить награду, или можете продолжить тестировать персонажа. Нет, покинуть всё равно. А мы за что-то за это получим? Это прям интересно. Тестовый забег. Получить. Ну и круто. Ладно, мы ещё не со всеми своими новыми персонажами познакомились. Пиро бездны. Это мы элементарная реакция пар 2. Это что такое? Пар сам по себе урона не наносит, но урон пиро или гидроатаки, вызвавшие реакцию пар, увеличен. Неский уровень здоровья. Нет ничего важнее здоровья. Восстановить хп вам помогут приготовленные с любовью блюда и статуи семиархонтов. Так, здесь мы всё нашли. Оружие. И вот ещё новое мы что-то нашли. Серебряный меч. Говорят, что этот меч может изгонять демонов, но всем известно, что он сделан не из настоящего серебра. Это мы всё с вами знаем. Артефакты мы какие-то нашли. Да? Да вроде нет. Это мне надо идти в свой рюкзак смотреть. Это что у нас за рогатка? На самом деле это лук. Его создатель хотел сделать рогатку, но после кучи доработок и поправок у него получился лук. Это что? Изогнутый лук? Говорят, этот лук может сбить орла в полёте, но всё же многое зависит и от навыка самого лучника. Чёрная кисть. Простое решение проблемы. Белой кисти, которую чущур легко запачкать. Металлическая тень. Но вот он, к сожалению, нам не подходит. Копия знаменитого меча Арундолина, да мы это читали. Я его, к сожалению, одеть не могу. Очень жаль. Очень жаль. Но это всё есть. Вот что мы получили. Знак, определяющий рекрута. Интересно, у кого хватило мозгов стать частью военной машины Фатуи? Это для развития персонажа. Так, а что мы новое получили? Кухонный ингредиент. Обычный гриб. Такие растут по всему Таевату в тёмных местах с повышенной влажностью. Редис. Растения, богатые клетчаткой, легко культивируются. Пшеница. Золотые колосья пшеницы. Перед употреблением в пищу необходимо переломолоть в муку, а муку замесить в тесто. Стойте. А здесь ещё вот что-то у нас появилось. Пустая ракушка, которую принесло на берег с приливом. Переложите её к уху, и вы услышите зов тоскующего моря. Ничего нет, ничего... Как ничего нет? Подождите. Алый кристалл. Каплевидный кристалл, внутри которого видно аллое свечение. Кажется, его ставил дракон. Возможно, парень в зелёном, который разговаривал с ним, знает об этом больше. Но куда же он подевался? Это весь наш инвентарь. Плюс у нас появилось два новых персонажей. Так, эмбер. Эмбер мы хорошо уже знаем, изучили. Давайте посмотрим. Какой этот лук. Базовая атака 38. Ещё у него ХП 10,2%. 6,8. Да, вот этот лук одеваем. Замечательно. Так, следующий герой у нас. Характеристики Сянь и Лин. Знаменитый шеф-повар Ли Йоэ. Она со своей страстью относится к приготовлению еды, а её острые блюда известны на весь Таиват. А мы ей тогда дадим вот это оружие. Сменить. Отлично. Простое решение проблемы. Артефакты. Надеть. И всё. И больше ничего нет. Созвездие. Но я это ещё пока не понимаю, что это за созвездие и всё остальное. Это что, можно изучить? Это таланты. А персонажи? История. Честно сказать, я даже не думал, что у нас сегодня столько новых героев появится. Ладно, давайте почитаем. Персонажи. Несу, несу. Вот ваше жареное мясо. А вот ваше лепёшко-морон. И шареные редисовые шарики, как вы заказывали. Проходящие поживлённые улицы, коры тигровли. И ой, ничего не подозревающие туристы. Скорее всего, первым делом, следуя на голос и запах, посетят ресторан Народный Выбор. Вот шеф-повар Сянь Ленин несёт поднос с дымящимися блюдами. Присаживайтесь за любимым свободным столиком. Скажите мне, чего желаете отведать. Я могу приготовить что угодно, даже если этого нет в меню. Работники ресторана знают, как безошибочно определить, является ли их клиент постоянным клиентом или нет. Они смотрят на первую произведённую им фразу. Если он говорит, что может сказать письменю, это означает, что он здесь не в первый раз. Однако, оказывается, всегда до этого места обязательно спросит, кто сегодня готовит. Сянь Ленин. Так, мы с ней познакомились. Но теперь я вот смотрю таланты. Могу ли я что-то изучить? Железный ветер, иноземца, ладонь, вихрь. Как это изучить? Достигните фазы 2. Возвышение. Не могу это изучить ещё всё. Ладно. И у нас остался ещё один герой появился. Ноэль. Горничная орда Фавуниус, которая страстно мечтает однажды пополнить ряды ордена. Какое у неё оружие? Ох, нифига себе у неё оружие. А вот она может этот меч одеть. Вы представляете? Обалдеть. Артефакты. Есть какие-то, которые я могу одеть? Никаких нету. Ладно. Созвездие, таланты, персонажи. Горничная история. Амбиции Ноэль гораздо больше по сравнению с другими горничными орда Фавуниус. Будучи родом из Манштата, как и все другие горожане, находящиеся под защитой орда Фавуниус уже несколько сотен лет. Она мечтает надеть броню и присоединиться к ордену. Даже не обладая достаточными навыками для прохождения суровых отборных испытаний, Ноэль пытается наблюдать и учиться у рыцаря ордена. Кроме тренировок, она также занимается оказанием помощи нуждающимся. Дайте задание, справлюсь с чем угодно. Это коронная фраза Ноэль. Если вам понадобится помощь, Ноэль всегда будет рада помочь. Так, в общем, вроде мы здесь все посмотрели, а он мне еще что-то показывает. Где еще чего? Во, еще здесь что-то новое. Ну, хорошо, я посмотрел это. Все. Я не люблю, когда у меня что-то где-то горит. Здесь, вот я, кстати сказать, магазин открылся. Рекомендуемые товары. Угу, гардероб. А у меня этих денег нету. Сувенирная лавка. Ну, это мне пока не очень интересный магазин. А вот тут вот достижение я хочу посмотреть. Чудеса света. Если отнесетесь со всей душой, приготовьте одно странное блюдо. Получить камень истока. Или новый шторм. Прогоните дракона, напавший на Монштадт. Получили. Замечательно. Здесь что у нас? Обзор. Оу. В общем, я решил поставить себе дату рождения. А то и мне ее нету. Да, это моя дата рождения. Текущая дата рождения установлена. Подтвердить изменения вы больше не сможете менять свою дату рождения. Может быть, на ваш день рождения произойдет что-нибудь чудесное? Я надеюсь, я надеюсь, что на мою дату рождения что-то произойдет чудесное. Изменить аватарку? Нет. Что мы здесь еще можем? Именная карта. Текущий. Так, изменить подпись, изменить ник. А что такое подпись? Подпись. Введите подпись. Не-не-не-не. Это я не хочу. Ну все, давайте мы уже и так очень много времени потратили на знакомство с новыми персонажами нашими. Я ушел помолиться. Пойдемте, с кем мы чего поговорим. Подождите, история королей. Полная история Манштадта, собранная и изданная Северо-Историческим обществом. Я могу это почитать. Интересно. В эпоху правления, знаете, тираны, правившие Манштадтом, не фиксировали исторические события и запрещали людям передавать друг другу песни о них. Говорят, так было потому, что аристократы знали, сколь не ископали и не хотели, чтобы их деяния оставались в анналах истории рядом с подвигами их славных предков. Но, так или иначе, ничто не может остановить ветра истории. Эта книга – собрание дошедших до наших дней песен и сочинений об эпохе знати. Снабжённые историческими исследованиями. Задача книги – вновь обратить внимание читателей на долгий период истории между началом века королей и падением старой аристократии. Поскольку множество деталей сейчас невозможно восстановить, исторические неточности неизбежны. Тем не менее, нам остаётся лишь скромно надеяться, что этот период истории откроет нашим потомкам правду о прошлом или хотя бы побудит их самим исследовать историю былых времён. Книга разделена на три части. Первая часть – король башни штормов и король волк северных ветров, в которой излагается история соперничества старых монштадских королей льда и снега в период до прихода Барбатоса. Вторая часть – эпоха освоения монштадта, которая повествуется о периоде после того, как Барбатос вдохнул в монштад новую жизнь, о предках аристократов и ныне живущих людей и об их освоении земель монштадта. Третья – тираны, наследники знати и повстанцы, где повествуется о долгом периоде правления знати. Возможно, читатель надеется, что эта книга станет своего рода предостережением для потомков, Но это не было задумано изначально. Дарованная Барбатосом свобода – это и свобода, позволяющая нам сбросить оковы прошлого во имя поиска исторической правды. Я лишь надеюсь, что эта книга сможет как можно более полно открыть читателю истории, находящейся под запретом в прошлом. Обалдеть! Что мы здесь еще можем найти? Вроде я больше ничего здесь не вижу, что можно... Подождите-ка. Ого! Башня Манштадта Том-1. И что мне здесь? Башня Манштадта. Том-1. В эпоху аристократов над верхней площадью Манштадта возвышалась высокая башня, построенная для почитания Архонта Ветра Барбатосом. Но на самом деле это была яркая демонстрация богатства и власти королевской семьи, чтобы позворадствовать над простолюдинами. Крестьяне, жившие в те темные времена, могли найти утешение лишь в Луде-Гарпасту. Ни один из таких фестивалей из дальних земель приехала некая странствующая певица по имени Инесса. Ее невероятная красота привлекла всех на фестивале. Независимо от статуса и возраста, люди соперничали за то, чтобы взглянуть на нее, бросающую мяч или услышать, как она поет иностранные баллады. Благословение Барбатоса для всех. Грех — это лишь, если вы будете грустить в такой радостный день. Напевая эти песни, она раздавала свои призы бедным и сиротам в городе. Будучи тогда еще хрупким маленьким человеком среди толпы, архиепископ влюбился в нее с первого взгляда. Но из-за этих неудержимых эмоций его благочестие наполняло его гневом, а ее поступки, нарушавшие правила церкви помогать бедным, еще больше раздражали его. Как всем известно, в наши дни верманштадцев основываются на анемо-архонте Барбатосе, который призывает людей стремиться к свободе и любви. Но в темные века анемо-архонт спал, и город мучили тирания знати, нищета простого народа и постоянные нападения дракона, а самопровозглашенная церковь, которая, по сути, была всего лишь номинальной силой, практиковала воздержание во избежание божественного наказания. Даже священники, даже священная лира, символ свободных ветров, исполняла только те песни, что считались священными. Но божественное наказание было не более чем предлогом, придуманным дворянами, чтобы скрыть свою алчность и ограничить простолюдинов. Позволить ей остаться в городе, значит, околдовать всех его жителей. Какое зло принесет эта ведьма, размышлял архиепископ. И вот архиепископ замыслил полной мать и запереть Инессу в соборе, пока не дождется дальнейших указаний. Согласно традициям того времени, дева, выбранная для броска меча на луде и горпасту, должна была служить при королевском дворе в течение трех дней после торжества под защитой аристократов. Архиепископ решил послать своего приемного сына Октавия пробраться в королевский дворец и похитить Инессу. Октавий был нежеланным ребенком, который при рождении бросили суеверные родители. С детства горожане считали его знамением драконьих бедствий и всячески издевались над ним. Единственным человеком, который защищал Октавию, относившись к нему как к сыну, был архиепископ, таким образом заявавший его доверие. «Приведи мне ту деву, что вчера бросила мяч, но не привлекай внимания, никому не говори моего имени!» И с наступлением темноты по приказу архиепископа Октавий взобрался на балкон придворных покоев, увидел там девушку, плачущую в лунном свете, и его чистое сердце дрогнуло, ибо он никогда не видел такого чудесного зрелища. Уставившись на девушку, он напрочь позабыл свою задачу, но спокойствие этого момента было прервано слугами. Но это все у нас в том шестой. Обалдеть! Ну вот это неинтересно читать, потому что шестой том. А где у нас еще открылась? Легенда о Венессе, том первый. Он закрыт. «Мои манштадтские друзья, мы будем пить без остановки. За свободу, за ветра Архонта, за Венессу, за первого рыцаря. Помните, дети Манштадта, о милости ветра Архонта. И знайте, что что-то не свобода, но вызов неволи. История эта случилась давным-давно. Друзья, вы простите, что я отклонился от темы, Но все понимают, что чтимая нами в Манштадте свобода Пришла, когда лютни барбатоса струны запели, Хотя воспевают в стихах имена известных героев Мы помнить должны о свободе, оставшейся безымянной. В то время наш Манштад стенал в кандалах у знати, И праздники были лишь лживой забавы элиты. Простому народу же были они недоступны, И Манштадт был клеткой, пронзенную всеми ветрами. А знатные люди лишь тешись, рабов погоняли, Не зная, что сами невольники собственных реалий. Томилась в тюрьме тогда девушка, как все мы знаем, Чьей родиной были далекого юга равнины. Свободной была рождена, хотя и в оковок страдала. Свободной осталась, презрев кандалы властелинов. И ревностно девушка та продолжала молиться За Манштадт людей и призрак свободы птицы. Это том первый. Круто, очень круто. Сесть. Так, культурные традиции хиличуровых. Это мы потом почитаем. Но это третья часть. А зачем мне третья, если я хочу, например, Все сразу почитать? Ну все. Теперь мы можем и идти. Это просто безумно огромный мир, друзья. С этой историей это просто... Так. Вообще, где я? Ладно, пойдемте уже. Выйти. Мы практически ничего сегодня не делали. Изучали историю. Так. Открыть меню персонажа надо. Посмотреть оружие. Ну. Я же его уже улучшал. Ну. Нажмите авто. Серьезно? Я еще и могу все, что я не использую, улучшить. Девятнадцатый уровень. Подтвердить. Смените. То есть он... Ну, круто. Ладно, круто. Я не спорю. Секундочку. Ладно. Для быстрого перемещения откройте карту. Выберите актив... Активированную точку телепортации, чтобы переместиться сюда. Встретите Эмбер у входа в храм. Вот, подождите. Долина. Вот он, Манштадт. Угу. Озеро Звездопадов. Утес. Хорошо. Побежали. Встретите Эмбера у входа в храм. Какая музыка классная. Эмбер. Вот он, один из заброшенных храмов-хранителей Четырех Ветров. Эти храмы пустуют уже давно. Житель Манштадта сюда не ходит. Есть вероятность, что внутри нас ждут хиличурлы. Даже Ужас Бури покинул свой храм. Ужас Бури? Да. Вот все. Вы это сложно поверить, но когда Ужас Бури был одним из хранителей Четырех Ветров. Не может быть. Походи. Ты тоже это почувствовал? С этим метром что-то не так. Давайте посмотрим. Будьте внимательны. Драгонные силы уничтожают эту область. Драгонные силы уничтожают эту область. Надо проверить. Осторожнее чувствую присутствие дракона. Хорошая подготовка к ключу к успеху. Поговорить с кузнецом Вагнером Паймон считает, что нам нужно хорошенько подготовиться к грядущим поключениям. Награды никакой награды не будет. Ладно, побежали. Ну что, пойдемте в храм. Или Сэмбер еще надо поварить. Монштадти все еще переживает из-за шторма. Мы не можем терять ни секунды. Вперед! В храм! Пойдем в храм. Храм Сокола. Храм Сокола. Рыцари орда Фавониус должны сдержать разрушение, творимое ужасом бури. Заручитесь помощью Эмбер и не позвольте ужасу бури получить силы, хранящиеся в храме Сокола. Ветра заполнили коридоры этих древних подземных руин. Но не смейте падать духом, а тащитеся кроще в их глубинах. Это подземелье, когда 12 ранг. Угу. В смысле? Ну погнали в храм. Одиночный режим. А у меня что, еще есть кто-то? Непонятное дело и этими. Начать. Но я-то всеми ими не смогу управлять. Я только одним вас могу, персонажем управлять. Я не понимаю, что происходит. Ранг приключений пятый. Чего сделать? Можно открыть ее с помощью этой панели? Я уже открыл. Вау, видно самое глубину храма. Нам туда надо идти. Эмбер может целиться при стрельбе. Удержите кнопку атаки, чтобы зарядить и выпустить пирострелу. Используйте пиро-навыки, чтобы поджечь легковоспламеняющиеся объекты. Давайте эмбер выберем. Ага. 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 Используйте чувство стихии, чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов. Каждый элемент выделяется своим цветом. Зеленый цвет символизирует элемент дендро, который можно поджечь с помощью пирострелу. Деревянные щиты противников относятся к элементу дендро. Их можно поджечь с помощью пирострелу. Так, это лишит их защиты. Так, чтобы активировать чувство стихии, нажмите. То есть, вот это я сейчас могу поджечь. Нет? Нет. Ладно, побежали. Зачем Сяньгинь? Мне нужен мой основной персонаж. О, нет, нет, нет. Хорда! Нет, нет, нет. Должно быть их... Хорошо, что я подготовил секретное оружие. Какое-то оно секретное оружие подготовило. Стоп! Пшеница и закатник забираем. Сундук обычный. Надо почему-то не полутать. Раз мы сюда зашли. Нет, нет, нет. Здесь ничего нету. Обалдеть! Так, сырое мясо забираем. Все это мы забрали с вами. Так, это что у нас? Хиличур с деревянным щитом. Закрывать от атак деревянным щитом. А что, если его поджечь? Так, и мы еще что-то... Что-то мы еще здесь нашли. Так, но мешается немного. Вот мы нашли. Опыт странника. Тысяча очков опыта персонажа. Этот опыт пригодится даже тем, кто живет вдали от Таивата. Замечательно. Ну, тут я, конечно... Подождите, а что это такое? Чего я не подобрал? Опыт странника. Замечательно. Здесь ничего нету. Что-то пучки с порохом. Давай. Здесь у нас только капуста. Заберем ее. Обычный сундук. Опыт странника мяса птицы. Это не бочки с порохом? Нет. А в них ничего и нету. Так, это теки сено. Ладно. У нас такая высокая, кажется, на юрхолк что-то есть. Но как нам перебраться на ту сторону? Это же монумент. Я не понимаю, как он мощный пироатэк. И может, у нас получится его активировать. А куда мне надо стрельнуть? Скажите, пожалуйста. Вот сюда, наверное. Давайте попробуем. Сделай двойной прыжок, чтобы взмыть над витринным потоком. Мы что-то нашли. Та хне дракона, наверное, это место скопления силы. Кетчин, давайте сломаем его. Ох, я устала. Но мы должны помочь Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность Монштадта и его жителей. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда ужас бури напрямую атакует город. Ветра изменили направление, мы должны поменять тактику. Неплохо сказано. Лиза любит поговорить. Кстати, охранитель четырех ветров. Если хочешь знать побольше о нашей истории, лучше поговори с Лизой. Не то, чтобы я не знала нашу историю. Просто... В смысле, блядь, тигр наверняка должен знать больше, чем простой скаут. Испытание завершено. Отлично. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что у нас здесь. Горение. При взаимодействии пиро-дендра происходит горение. Оно наносит постоянный пиро-урон. Рассеивание. При взаимодействии с другими стихиями, элемент анема вызывает реакцию рассеивания, который наносит дополнительный элементарный урон и накладывает элементарные эффекты. Оно также может вызывать цепочку новых элементальных реакций. Мне интересно, а я его могу сейчас как-то прокачать? Да, повозить уровень. Подтвердить. Замечательно. 17 уровень моего персонажа. Драгоценный сундук. Опыт искателя приключений. Угу. Давайте. Подтвердить. 18 уровень персонажа. Замечательно. А вот подождите-ка. Нет. Я хочу посмотреть. У меня вообще нету никаких звезд. Эмбер. Нет звезд. Сянли. Нет звезд. Нет звезд. А есть артефакты. Дан. Снять. Вот он еще один. Надеть. Все. Да. Пока все. Пока все. Так. Теперь нам куда надо идти. Покинуть подземелье. Чтобы избавить город от... Ну покинуть подземелье вот так вот, я понимаю. И все. Да нет. Подождите-ка. Мне нужно обратно, получается. Покинуть подземелье. Задание завершено. Мне сейчас еще куда-то надойти. Сырое мясо заработал. А вот то что. 51 метр. Так. Стоп. А что за чайник? Чайник целителя. Этот чайник когда-то использовался для заваривания разнообразных отваров. Сейчас в нем остался только редкий запах трав. А я его могу куда-то надеть, да? Быстрая экипировка. Во время боя нельзя... Какого боя? Угу. Ладно. Угу. Так, подождите, а могу ли я переместиться быстро? Значит, не могу. Жаль. Ладно, побежали. Что-то это такое. Слезь с лайма. Забираем. Больше ничего здесь нету? Ничего. Стоп. Так, куда мне идти? Не, зайчика я не убил. Ладно. Бежим, бежим. Еще 200 метров. Ух ты! Сейчас мы их долбанем. Да спрыгни, зачем ты туда бежишь? Здесь прям много чего интересного. Так, мы чуть-чуть от цели уходим. Что вот это такое? Ух ты! Мята. Мята. Но мне нужен сам храм. И это что такое? Ладно. Так, 80 метров осталось. Это кто? Опыт персонажа. Нектар попрыгуньи. Круто. Нет, ничего повысить я не могу. Нектар попрыгуньи. Нектар из цветов попрыгуньи с остаточным содержанием элементов. Вкус нектара имеет нотки цветка сахара. Обалдеть. Я хочу его. Что-то он тут скрывает. Слезть слайма забрали. Блин, мы до храма дойдем сегодня. До нашего задания. Это что? Цветок сахарок забираем. Все. Да, думаю что на сегодня все. Мы уже к месту пришли. Так расставаться не хочется с этой игрой и с вами, друзья. Но пора. Уже больше часа мы играем. Но затягивает она безумно. Всем вам спасибо сегодня за просмотр. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok